Председатель Российского Союза молодёжи, член Общественной палаты России Павел Краснорудский принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Свой гражданский долг он выполнил в посёлке Тамилино, в стенах родной школы номер 14. На избирательном участке побывала наша съёмочная группа. Ровно 8 утра. Сотрудники участковой избирательной комиссии номер 1538 готовы к очередному дню голосования. Экипировались в защитные костюмы, экраны, маски и перчатки. Позаботиться о безопасности здоровья голосующих тоже не забыли. Мы подготовили одноразовые маски, перчатки, антисептики. Мы проверяем температуру каждого избирателя. Всем выдаём одноразовые ручки, которые потом остаётся у них на памяти. Стараемся обезопасить всех в это трудное время. Среди тех, кто посетил участок ранним утром, Павел Красноруцкий. В 2004 году он работал помощником главы Люберецкого района. Позже возглавил управление по работе с территориями администрации Люберец. Сейчас уроженец Тамилина, председатель Союза молодёжи России. Отдать свой голос именно 27 июня для него символично. Любое голосование – это праздник. А сегодня двойной праздник. Сегодня страна отмечает День молодёжи. И я призываю всю молодёжь прийти и отдать свой голос за те поправки, которые были разработаны. В поправках есть некоторые очень важные пункты, которые влияют и на будущее нашей молодёжи. В частности, закреплено понятие «молодёжная политика» в основном в законе нашей страны, в Конституции. Напомню, общероссийское голосование проходит с 25 июня. Выразить своё волеизъявление можно не только в стационарных избирательных участках, но и во дворах. Единственная дата, когда процедура не будет проходить на открытом воздухе – 1 июля. Это заключительный и основной день голосования.